Всем привет! Меня зовут Аня, и мы с моим мужем Виталиком являемся владельцами лавандовой фермы Lavandamie by, которая находится в 30 километрах от Пинска. И сейчас я вам расскажу, как нужно обрезать лаванду. Дело в том, что многие лавандоводы, юные, молодые, у кого лаванда цветет в первый раз, боятся ее обстригать. Но лаванда любит стрижку, и за счет этого она окустится и сформирует тот самый желаемый всеми шарик, зеленый шарик, который обрастает вот такими красивыми филетовыми цветами. Да, первый год лаванду, посаженную в саду, желательно не давать ей цвести, чтобы развивалась корневая система. Но когда кустик у вас достаточно большой, во время цветения первого мы ее обрезаем. Как определить готовность кустика к тому, чтобы его обрезать? Когда вы увидите, что на кустике вот этот вот ершик или колосок соцветия начала распускать цветочки, где-то 3-5-7 цветочков, в это время можно уже приступать к обрезке. Если обрезать рано, то колосочки высохнут и будут тоненькие, как ниточки. Это не очень хорошо, букетик будет очень маленький. Если передержать цветочки, когда полностью распустятся все такие более светлые соцветия, тогда после сушки они будут сильнее сыпаться цветочки. Но здесь, если вас не сильно интересует высокое качество букетика, то можете чуть-чуть дольше передержать, насладиться цветением. Для того, чтобы обрезать лаванду, мы используем вот такой кустерез. Он у нас уже повидал в своей жизни много. Вы можете купить и такой же кустерез. У него будет 2 насадки, смотря какая вам больше понравится. У нас есть более короткая насадка. Вы можете это делать ножницами обычными, желательно острыми. Можно секатором, можно серпом. В некоторых регионах, в Франции, режут серпом. Тоже очень для них это удобно. Мы используем кустерез. Начинаем с того, что мы просто захватываем рукой какой-то кусочек кустика. И резать не надо очень низко, не захватывая вот эту сухую часть. Потому что чем ниже мы обрежем, тем меньше шансов у кустика восстановиться. Нам важно, чтобы осталась травянистая часть, от которой дальше пойдет рост куста. И просто захватываем какую-то часть и начинаем срезать таким образом. Это можно опять же делать какими-нибудь другими средствами, что удобнее, что нравится. Мы используем уже кустерез, потому что достаточно большие объемы. И секатором или ножничками сложно это делать. Еще такой момент. Не стоит выстригать те цветочки, которые сильно расцвели, и оставлять те, которые не зацвели еще. Потому что фигурная стрижка ничего хорошего не дает. Кустик будет такой неравномерный, и вы просто набегаетесь, будете бегать, выстригать цветочки все время. Лучше уже обстричь полностью кустик. Это ему придаст сразу хорошую, красивую форму. И дальше продолжаем стрижку. Мы совершали эту ошибку первые пару лет. Мы выстригали, намучились ужасно. Таким образом, когда мы сострижем полностью весь кустик, мы еще дадим ему возможность зацвести второй раз, когда будет осеннее цветение. Если летнее было достаточно раннее, где-нибудь в начале июня, то, возможно, нас ожидает осеннее цветение. В этом году так не вышло. В этом году достаточно поздно зацвела лаванда, потому что была холодная весна. Так что, может быть, какие-то цветочки еще появятся, будет цветение, но уже не такое пышное, конечно, как в июне. Вот собираем небольшими пучками. Их можно сортировать по высоте, выложить цветочки. Можно, если вы захватили травянистую часть, очистить веточки. Ну, смотря на сколько у вас хватит терпения. Можно подвесить таким образом, просто связать этот пучок. Можно канцелярской резинкой это сделать. Мы используем веревочки, шпагат. Лучше натуральный, а не нейлоновый, потому что он просто спадает. Крепко завязать, потому что в процессе сушки будет уменьшаться в объеме, может вывалиться из веревочки. И вниз цветочками подвесить в темном, хорошо проветриваемом месте. После сушки, когда мы посушили в течение где-то двух недель, двух-трех недель букетик, он превращается, он становится меньше, и его цвет меняется. Он становится насыщенного синего цвета. Это если мы стригли такую темную, темно-фиолетовую лаванду. Чем светлее лаванда изначально в сыром виде, тем светлее будет сухой букетик. Часто считают, что светлая лаванда в сухом виде, светлая лаванда, это какая-то испорченная лаванда, которая некондиционная. На самом деле это просто лаванда, которая получилась из более светлого сорта. Вот у нас есть такие сорта, которые там дальше светлые, сорт Вознесенская 34. Вот он такой, сам по себе светлый, но более ароматный. То есть вот он так компенсирует свою не особую декоративную сторону более сильным ароматом. Можно сложить более симпатичный букетик из лаванды тоже, тоже в таком виде, ну вот так по спиральке чуть-чуть свернуть. И он когда высохнет, можно просто его ставить на стол, он будет самостоятельно стоять. Мы делаем, у нас есть интернет-магазин собственный, и мы отправляем по всей стране букетики и саше в том числе. Так как лаванда очень такое хорошее растение, и у него все его части ароматные, вплоть до корешков. Конечно, корешки мы не используем, но цветочки и листочки, они ароматные. И все, что не идет в букетике, какие-то короткие веточки, мы сушим, раскладываем на сушку, сушим. Впоследствии шьем вот такие вот саше ароматические, шуршащие. Их нужно мять, и аромат будет усиливаться, потому что вся фишка аромата в том, что эфирное масло лаванда содержится именно в самих цветочках. И от трения оно постепенно выделяется. И за счет этого аромат такого саше держится до года. То есть даже при достаточно интенсивном использовании вы получите вот это саше с более долгим сроком службы, в отличие от тех, которые обработаны какими-то специальными составами. Можно делать из лаванды чай и кофе лавандовый. Но для таких рецептов нужно использовать очень небольшое количество лаванды. Если вы первый раз делаете, насыпайте буквально по одному зернышку, потому что если перебощить, то может быть напиток стать горьким. Можно использовать в кулинарии. Можно сделать лавандовый сахар. Просто немножечко, буквально пару веточек соцветия лаванды добавляется в баночку с сахаром, перемешивается. Если через какое-то время сахар пропитывается эфирными маслами, можно его добавлять в чай, опять же в кофе куда-то. Можно сделать из этого пудру, посыпать лавандовой пудрой, то есть испечь бисквит и посыпать сверху его лавандовой пудрой. Будет уже такой приятный аромат. Можно в те же соцветия использовать тоже в небольшом количестве выпечку. Есть очень простой рецепт лавандового печенья песочного. Получается очень классный, приятный аромат. Можно использовать даже, мы использовали в кулинарии для маринада мясо для шашлыка. И розмарин, и лаванду, то есть вот такие ароматные травы. В вот этих вот регионах французских, где это прямо очень сильно все развито, они и в сыр добавляют, и когда, допустим, они мясо пожарили, они кладут просто на подушку из лаванды, и таким образом пропитывается мясо. Можно делать лимонад. Очень классный способ. Тоже можно насыпать цветочки лаванды, взять минералку или там спрать, что если хочется послаще, добавить лимон или лайм, мяту, сахар и лаванду. Мы делаем для себя лавандовый сироп, тоже очень простой способ. Тоже надо буквально пару столовых ложечек лаванды, вода, сахар, элементарно варится. Он получается такого не фиолетового цвета, когда очень хочется, конечно, чтобы он был такой красиво фиолетовый, он получается такого цвета, как чай. Но потом впоследствии можно добавлять в тот же лимонад, в чай, в кофе уже готовый. Пару ложечек, очень приятно. В мороженое. Вот в этом году мы первый раз в сироп... Странно, что мы раньше этого не делали, за 5 лет. Но мы первый раз добавили в обычный пломбир сливочный. Очень вкусно получается. Очень классно. Так что пробуйте, не бойтесь обрезать лаванду, не жалейте ее. Она очень любит, чтобы ее стригли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова